О, да ладно, ребята, это же босс! Удар грома, удар грома, вау! Это самый первый босс в игре Хиллз оф Стилл, ребятки, он еще выглядит как немецкий танк Тигр. Ребятушки, всем здарова, с вами как всегда Артемен, мы в игре Хиллз оф Стилл, капец, ребят, смотрите, сколько у меня сундуков накопилось, целых 28, давайте хотя бы один откроем чисто для проверочки и... Что? В смысле? Ребята, что? Да ладно, снова, да капец, который раз уже, ребята, мне снова выпадает босс, жесть, просто, да как это вообще возможно? Как это так? Я уже который раз выигрываю босса, ребятки? Ааа, капец, это новая иконка, да, это новая иконка, как вы уже знаете, наверное, те, кто меня смотрят, и это, наверное, снова очередной босс, ну что, давайте посмотрим, что это за босяра, мне самому стало интересно! О, да ладно, ребята, это же босс, удар грома, удар грома, вау, это самый первый босс в игре Хиллз оф Стилл, ребятки, он еще выглядит как немецкий танк Тигр, вы, наверное, это тоже знаете, ребятки, капец, я выиграл, ребят, реально, удар огрома, жесть, это же круто, слушайте, реально очень круто, было бы сейчас здорово пойти на нем, реально поиграть против других танчиков, особенно в каких-нибудь 1 на 1 или 2 на 2 боях, ребятушки. Ладно, давайте посмотрим, как этот танчик у нас выглядит, собственно, в ангаре. И так, да, вот он он, ребятушки, танчик, удар грома, вот он, ребят, реально, в ангаре, конечно же, это легендарный танк, и, конечно, ребятки, он 15 уровня, но выглядит он, конечно, в ангаре просто максимально, ребята, здоровски, я просто в шоке. Снова выиграть босса, это жесть, это, ребят, реально жесть. Окей, ну что, давайте попробуем поиграть в каких-нибудь боях, вот он он, да, этот танчик в главном меню, также вот он на главном экране у меня находится, ну что, давайте испытаем этот танк в бою, поэтому не забудьте поставить лайкосик, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. И так, наш бой начинается, ребятки, вот он он, ударчик грома, смотрите, как он круто стреляет, у него пушка еще поднимается вверх и вниз, все как на настоящем танке, он еще похож на танчика тигра, вы сами это видите по его силуэту, поэтому это реально босс-тигр какой-то, бум, первый танчик, мы уже их завалили, это у нас джокеры, мелкие джокеры, я надеюсь, мы, конечно, сейчас с ними без проблем справимся, на, получай, маленький джокер. Отлично, ребятки, мы с ними справились, и так, следующий, да, это все пока что джокеры, это пока маленькие джокеры, против босса удара грома идет мощное жесткое сражение, ну что, давайте посмотрим, на что сейчас будет способен этот босс, которого я только что выиграл из сундуков, и так, ребятки, это у нас кобра, кобры уже пошли на меня, едут, короче, следующий танчик, почему-то здесь, здесь сначала на тебя едут джокеры, а потом кобры, хотя в реальности сначала первый танчик, это у нас кобра, а потом джокеры, не знаю, в общем, как-то так придумали разработчики, здесь у нас кобры, это второй типа по сложности танк, и так, продолжаем, ребятушки, кобр мы победили на нашем боссе, как круто у него поднимается и опускается пушка, можно прям четко направлять направление твоего выстрела, твоей пушки, твоего снаряда, это, конечно, круто, и так, едут фениксы, и капец, мне почему-то их стало сложно, ребята, побеждать, вы смотрите, что происходит, у них уже гораздо больше жизни, чем у кобры, и приходится делать где-то два, три, три даже выстрела надо сделать, чтобы победить одного феникса, это на самом деле достаточно, ребятки, много, что-то какие-то сложные эти фениксы, если честно, не знаю, почему они такие мощные, но мне приходится отступать на этом боссе, ребята, я отступаю, капец, они меня, они меня почти загнали в угол карты уже, уже почти угол карты, все, дальше только моя база, и только сейчас я смог победить этих фениксов, дальше у нас, по-моему, идут титаны, да, титаны, вау-вау-вау, я случайно, случайно подъехал очень близко к ним, капец, вы видали, они по мне, конечно, очень жестко настреляли, все потому, что я очень аккуратно подъехал к ним, так сказать, очень сильно сблизился, ребятки, нужно было, конечно, быть очень аккуратным, и так, у нас титаны, их тоже нужно где-то три раза стрелять, да, где-то три раза, чтобы уничтожить одного титанчика, Это, конечно, жёстко-жёстко, да. Они стали более мощнее. Я держусь от них немножко подальше, потому что их выстрелы будут для меня, если честно, фатальные. Жесть, они мне очень много урона наносят. Но, наконец-то, Титанов также удалось победить, ребят. И дальше у нас следующий танчик. Я не знаю, какой танк против меня будет выходить. Давай, выходи! Выходи сражаться! Кто там едет? О, я уже кого-то попал. Это Катюша! Вау! Жесть, это сколько в неё выстрелов надо делать. Ёлы-палы, вы видали? У них очень много жизней. Почему-то у удара грома реально очень слабая пушка. По-моему, три или четыре выстрела надо сделать. Ну-ка, два, три, четыре! Четыре выстрела надо сделать, чтобы уничтожить одну Катюшу. Это, ребят, реально сложно, учитывая, что Катюша может нас закидать своими ракетами очень даже, блин, сильно. Очень даже сильно, да. Ёлы-палы, уже конец карты. Катюша, меня зажали в конец карты. Да ладно, жесть! Вы смотрите, что происходит. Ой, сколько их тут ещё много! Нет, 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 ребята! Конец карты! Они все начинают меня атаковать. У меня просто не хватает времени, чтобы их всех уничтожить. Потому что на одну Катюшу надо делать четыре выстрела. Четыре выстрела на одну Катюшу. Капец, просто они меня сейчас задавят своими снарядами. Блин, да что мне делать? Они меня сейчас все уничтожат. У меня уже совсем мало жизни. Последняя Катюша, последняя Катюша. Давай, давай, давай! Побеждаем, побеждаем! Нет! О, какая жесть! Ребятки, вы смотрите, сколько у меня осталось жизней! Да их вообще почти не осталось! Капец! Вот это я понимаю! Жнец! Нет, это Жнецы! Капец, как я рядом к нему подъехал! Зачем я снова допустил эту ошибку? Нужно быть очень аккуратным. Там ведь едут вражины. Так, снова едет на меня Жнец. Уходим от него, уходим. Блин, тут уже конец карты. И снова, ребятки, я зажат. В конец карты меня давят Жнецы. Ой-ой-ой, конечно, у меня проблемы. У меня проблемы, у меня большие проблемы. Они меня сейчас все своими пулеметами будут валить. Нет! Что делать? Что делать? Капец! Все! Да, ребятушки, они меня победили. И капец, вот это я понимаю. Да, конечно, ребятушки, мощности пушки, удары Грому конкретно не хватает. Полностью, 100% не хватает. Его смогли победить очень даже быстро. И мне пришлось очень трудно, но тем не менее было круто. Итак, ребятушки, вот оно наш танчик. Удар Грома, конечно же, конечно, вы уже знаете, уже не первый раз я делаю такой ролик. Это видеомонтаж. На самом деле, никакого босса я не выиграл. Я все так просто сделал в видеомонтаже, что будто бы его выиграл. Но на самом деле, я его не выигрывал, ребятки. Поэтому, было бы просто здорово. Было бы здорово, в который раз я уже говорю, если бы разработчики реально добавили возможность выиграть босса. И поиграть в боях 1 на 1, 2 на 2 за босса. Это же было бы вообще здорово, ребят. Ребятушки, я надеюсь, что разработчики, конечно же, наконец-то нас услышат. И, скорее всего, они добавят такой классный режим. Это было бы очень круто, если бы разработчики смогли добавить такой здоровский режим, такую здоровскую возможность выиграть босса из сундуков. Поиграть на нем против других игроков. Поиграть на нем в других ивентах. Кроме как, будь боссом. Это было бы, ребята, очень круто. Поэтому, если вам понравился этот ролик, то не забудьте посмотреть мои предыдущие ролики, как я также, ребята, выигрывал босса лазерную пасть, гонца ада, а также созерцателя и повелителя. Ну, а с вами был Артевейн. Увидимся с вами обязательно в следующих новых роликах. Всем до новых встреч. Пока-пока.